Друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня мы говорим о том, откуда родом наши проблемы, несчастья, и как избавиться от них, и сделать свою жизнь счастливой. У нас в гостях Александр Аркадьевич Нурмин, известный психолог и физиогномист. Итак, мы остановились на том, откуда действительно это могут приходить, что вы в своей практике пытаетесь расширить всевозможные способы определения и диагностики. Но вы известный хиролог, хиромат, который читает, физиогномист. И в вашем арсенале очень много способов определения причины, вообще определения человеческой судьбы. Какой из них вы считаете самым точным, самым результативным? Знаете, в своей работе я все-таки придерживаюсь мнения, что какая-то комплексная диагностика, комплексное применение инструментов работы в работе, и она дает больший какой-то эффект. И поэтому, если касаться клиентов, в первую очередь, когда человек приходит, мне хочется понять мгновенно, понять, а кто передо мной сидит. Вот чтобы не копаться в каких-то моментах, связанных с вопросами большими. Я должен все расспрашивать, как это медики делают, и как некоторые психологи делают, или, допустим, социологи. Большой вопросник, потом обработка компьютерная, тесты и так далее. Оказывается, есть язык, который может больше сказать и мгновенно сказать. И начать сразу же через несколько минут работы с человеком, начать сразу касаться его проблемы и начать понимать, какие же у него жизненные установки, какие же у него утверждения. Что это за язык? Это природный язык. Это невербальный природный язык. Если мы наш вербальный создали, как говорится, и разговариваем спокойно на разных языках во всем мире, то невербальный язык, он дан самой природой. Вот то, что как раз над чем бьются ученые, чтобы его расшифровать. Вообще существует он. И что является клеточкой этого невербального языка? На сегодняшний день я, как человек, который исследует эти моменты, придерживаюсь того, что очень много знаков, как и на теле. То есть человек – это папирус определенный. То есть это книга, которую можно считать? Да, это большая книга. На разных уровнях, на разных этажах этой книги, от биохимических, физиологических, клеточных каких-то реакциях, все записано, все время записывается информация. Мы все время принимаем информацию извне. И не только извне, но из нашего же сознания. То есть мы все время работаем с этим. Уметь читать это, да? Да. И умение прочитать вот эти вещи. И поэтому один из моментов, когда клиент приходит, я не только физиогномический момент сразу просматриваю, я смотрю еще... То есть всем уже понятно, что в нашей жизни есть люди сверхчувствительные. И работают сверхчувствительными методами. Иногда их экстрасенсами называют, иногда их по-другому каким-то образом называют. И поэтому, имея в своих руках еще инструмент сверхчувствительности, я воспринимаю человека таким образом, что в определенных образах, в определенных картинках я сразу вижу характер человека, например. Сразу же. Допустим, и для людей, которые занимаются вот этим сверхчувствительным пониманием, да, человека или какого-то явления природного, да, вот, или в поисках какого-то человека, да, они пользуются определенным языком, языком, а раз это язык, есть азбука. Конечно, да. На сегодняшний день, к сожалению, когда много разных экстрасенсов появляется у нас... Это слово себя дискредитировало просто уже. Да, и это многие вещи дискредитируются. Почему? Да потому что это только еще начало. Это начало, когда не устоялся язык, когда не устоялась азбука. У каждого человека азбука индивидуальна по одной простой причине. Потому что он уникален, и сознание его уникально строится. Это уникальным образом. Там есть субъективное «я», которое имеет свои смыслы, свои картинки, свои образы. Естественно, через эти картинки есть определенная азбука. И вот если понимать эту азбуку, и можно ее унифицировать, и понимать в этой азбуке, что все экстрасенсы могут пользоваться одной азбукой, представьте себе, как мы букварем. Конечно. Когда мы учимся понимать общество, понимать нашу жизнь, да, и понимать друг друга. Вот. То здесь то же самое есть. Но сегодня оно вот... То есть это, знаете, как это Кирилл и Мефодий когда-то создал славянскую азбуку, что-то такое, да? Вот. Здесь тоже кириллицу. То же самое и здесь. Она еще не создана. Есть только много-много людей, которые каждый пробует что-то свое. Понимаете? Вот такой элемент. Так сегментарно получается, да? И я тоже за эти последние 8-9 лет, когда я пользуюсь этим, да, уже, и работаю над этим. Вот. И я начал только с того, что, допустим, что увидел однажды просто... До этого были сны, там, всякие такие вещи, которые сбывались всегда. Я всегда работал... Лет 20 я работал над азбукой сна, просто вот своей какой-то уникальной азбуке сна. И понял, что она уникальна. И все эти сонники, там, так далее, это все набор, как бы. И поэтому вот в этом смысле, в этом смысле я пришел к тому, что вот представьте себе, если взять даже хиромантию, допустим, да, взять один значок там или одну линию. И вот представьте, что эта линия, да, может с одной стороны означать, допустим, какое-то психологическое свойство человека, того же самого, да. С другой стороны, например, что происходит на социальном плане, эта же линия говорит. А третья линия говорит, допустим, о том, рассказывает о том, о содержании того, что она касается другого человека. Вот та же, одна и та же линия, или один и тот же значок на разных уровнях работает. Это как в иностранном языке несколько значений одного слова. Да, да. То же самое, когда я смотрю образ, я считываю, один уровень считываю характер этого человека, а другой уровень мне говорит о том, что считывание, да, другой уровень мне говорит о том, что у него было воплощение там такое-то. Так. И вот, понимая это воплощение, да, я начинаю понимать, а почему там причина, а тут следствие, почему, например, одна женщина не может выйти замуж. Вот она прекрасная хозяйка, она прекрасно реализуется в профессии, она прекрасно имеет материальное положение, но не может себя реализовать как семьянин, как жена, как мать детей, вот такие вот моменты. То есть мы сейчас с вами переходим как раз к основной нашей части, да, вот к таким трудно разрешимым вопросам и к тем способам, к которым вы прибегаете в своей работе, да, диагностируя проблему, её, как бы, исток, откуда народом, и, соответственно, что с ней можно сделать, да. Вот мы можем пойти, как бы, по основным разделам жизни человека. Вот, допустим, начнём, любовь, да, это начало-начал. Вот вы сейчас сказали, привели пример, женщина не может выйти замуж, да, или не могут встретиться две половинки. В чём здесь причина неудачи в любви постоянно? Ну, во-первых, во-первых, я бы таким образом сказал, что это наиболее чувствительный возраст, который ко мне приходит из людей, да, это девочки от 19 до 24 лет. А потом уже не ходят. Нет, там почему? И ходят и дальше, да. Но в основном вот эта масса, да, молодых людей ходят, боясь не встретить своего партнёра в этой жизни. Что жизнь не осчастливит их созданием семьи, там, и подобное. И они торопятся, очень быстро торопятся, меняя одного партнёра, второго, третьего, в поиске того, кто вроде бы может, с кем можно создать настоящую, сильную, там, крепкую семью, и так далее. Ну, то есть они ошибают, они торопятся. Да. Вот даже вот эти установки того, что может не найду, и я боюсь, и надо торопиться. Да. И активно начинают искать, почему сегодня активная молодёжь, именно женское начало активное сегодня. Раньше оно было достаточно пассивным, мужчина должен был найти женщину и предложить ей замуж, допустим. Да. И она ждала так покорно. А сейчас этого не происходит, сейчас происходит всё наоборот. Вот. И, понимаете, когда смотришь руку, когда смотришь лицо, всё уже отмечено до конца жизни. Даже так. Во-первых, все партнёры отмечены. И все партнёры отмечены в таком плане, что... И какие отношения будут с партнёрами. Например, я смотрю на лицо и вижу, что девушка, во-первых, перестрадала в 19-20, разрыв с человеком, да, а потом ещё неприятные моменты идут, и, допустим, в 28-31, да. Вот. И что сказать этой девушке? Да, что? Откуда эти проблемы? Не выходи замуж, ты в 28-31 разведёшься. Опять будет разрыв, опять будут неприятности, опять что-то там такое будет, да. Вот. И поэтому я... И особенно, когда, допустим, были моменты, когда успешная женщина приходит, да, и всё у неё вроде бы хорошо, и она сильная по характеру, и вдруг я смотрю вот воплощение. И в основном, в основном, женщины, которые по каким-то причинам не могут родить, или женщины, по которым, по каким-то причинам не могут выйти замуж, в том воплощении я вижу женщину-война. Да, вот причины. Какие могут быть причины? Вот стой. Если я касаюсь того воплощения, допустим, вот представим себе, что я сижу с клиенткой, да, или с человеком, и когда уже вот никто не может ответить на вопрос, почему так, а не по-другому, я говорю, а давайте расширим рамки вашей жизни, посмотрим, что было тогда. И вот я смотрю, что было тогда, и вижу, что она в Средневековье была каким-то воином, рыцарем. И она вела себя как истинный мужчина, как истинный рыцарь. В битвах погибали, значит, те люди, которые враги, так называемые, да? У которых она он убивал просто, да? В бою. Вроде бы, и я понимал, у меня такая интерпретация, я понимаю, что воин-воина может убивать вроде бы, да? И все такое, да. Но дальше этот воин не осознает, дальше того, что он защищает своего государя или там кого-то еще, да, или может даже свою страну, семью. Он не понимает, что убивая подобного себе, там стоят женщины, дети. И в этом воплощении, в этом воплощении ему дается нравственный урок, который я все время вижу. Нравственный урок. А вот представим себе, что мы тебе не дадим этого мужчину. Не дадим возможности создать семье определенный отрезок времени жизненный. Как ты будешь страдать? Как ты будешь себя искать? Как ты поступишь вообще в этой жизни? Да, у нас очередной звонок. И тогда все-таки, как вы помогаете этой женщине решить эту проблему? Вот, предположим, вы увидели ее там, она ее осознала. Есть ли решение этой проблемы? Она сможет иметь ребенка? Нет, я сразу показываю несколько моментов в этой проблеме. С одной стороны, я показываю, насколько этот человек силен и автономен. И что пора эту автономность и силу ломать несколько. То есть, вот то состояние ее характера, да. Вот я не говорю, что ломать характер, но все-таки пересмотреть некоторые вещи, когда женщина сильная ищет себе слабого мужчину. Как вы скажете, сильного мужчину ищет, но получает слабого или, допустим, еще. Потому что она сама сильная. То есть, вот, скорректировать какие-то элементы характера, элементы ее какого-то эмоционального состояния или какие-то утверждения и постулаты, которые она в течение жизни получила. А я и сама сильная. Мне зачем этот хлюпик? Что он мне даст, типа того? Поэтому, возможно, она не может иметь ребенка. Мировосприятие, да, да. Да, потому что она сама как мужчина. Мужчина же не может рожать детей, правильно? Ну, естественно, естественно. Ну, по многим каким-то таким критериям, когда необходимо вмешаться в ее мировоззрение, в ее мировосприятие, в ее жизненные установки, в ее состояние внутреннее. И ей же показать это все, да? Да, да, ей показать эту картинку. И показать картину, чтобы она это увидела. Чтобы она начала что-то в себе менять. Например, пошла танцевать, сняла джинсы, извините меня. Да, одела красивое платье, юбку. Да, да, показала себя вот с этой стороны, понимаете? Да, включила джинсы. А мы включим вопрос нашего телезрителя и послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот вас слушал краем уха и решил позвонить. Просто такая ситуация, что вы говорите о хиромантии, астрологии, магии. Нет, магии и астрологии мы не говорили. Магия ни в коем случае. Не магия, точнее, вы... Да, не магия, а астрология и хиромантии. Физиогномика. Физиогномика. Алло. Да, вы нас слушаем внимательно, да. И вот, ну, как бы, конечно, кто-то верьте. Я просто знаю одну девушку, которая... Ну, у меня подруга, подруги вот так получилось. Она тоже ходила постоянно по... Ну, сверяла свою судьбу со звездами, гадала там... Не гадала, а вот именно хиромантией занималась по книге. И правда, хотела замуж, хотела детей и так далее. В конце концов, как бы, конечно, ей поставили то, что она бездетная. Как бы, у нее жизнь не сложилась вот в этом плане. Но нашла хорошего себе мужа. Но мне вот интересно, вот, вы говорите о хироманте. Я вот на вашу сторону чуть-чуть углублюсь. Судьба и тому подобное. Если отталкиваться от судьбы, у нас ежесекундно же судьба меняется. Допустим, я вот сижу, сейчас решил встать. Либо не встал, либо сел, либо лег. Ежесекундно я стою перед выбором. Как можно по руке, вот мне, расскажите, ну, предсказать мою судьбу дальнейшую, как бы, что у меня будет, допустим, через пять лет. У меня все меняется ежесекундно. Может быть, я как бы не понимаю, но мне было бы интересно послушать вас. Хорошо, спасибо. Да, да, спасибо, спасибо, интересный вопрос. И, Александр Аркадьевич, обязательно вот, чтобы не было домыслов, мы уже делали как-то программу, не раз встречались по поводу хиромантии, хирологии. Как можно объяснить людям, что это не, что это, это древняя наука, да, а не мистика и не какое-то там волшебство и не гадание старой бабушки на... Нет, ну, вы понимаете, как вам сказать? Я бы так сказал, что... Чтобы люди относились серьезно к этому. Сама мистика. Что такое наша ладонь? Ну, я бы так сначала вот, что бы я сказал, понимаете? Я бы таким образом сказал, что если взять людей-эзотериков или людей, которые мистикой занимаются, или какими-то такими моментами, да, по сути дела, они идут впереди всей науки, вот так если взять. То есть они идут из интереса или из-за каких-то других моментов в жизни. Им интересно исследовать что-то, допустим. В основном те, которые по-настоящему... Такие любители такие, да? Да, да, да. Но из этого постепенно целый пласт, слой каких-то проблем, каких-то задач или решений, он все-таки высвечивается что-то. А потом ученые берут это на себя. Это можно взять таким образом, например, сегодня. Взять науку психологию, допустим, да? В науке психологии есть маленькое ответвление, которое появилось, может быть, ему 10 лет, да? Персонология. На чем она основана? На физиогномике. Это один момент. Физиогномика – это чтение по лицу, а рука... На более древних вещах каких-то, да? Есть эволюция науку. В прошлом году... Нет, в этом году же было 100-летие хирологии, отмечали научное общество. Ну да, я там тоже был. То есть ученые всего мира собирались... Дело в другом. Дело в чем то, что... А взять, допустим, моменты, связанные с хиромантией, я бы это сравнил примерно с тем же самым. Сегодня все нормальные люди, например, могут не знать, а что такое генетика. Мы знаем это слово, да? Но мы не знаем методов работы генетиков, например, да? Мы не знаем, а как же считывается генный момент, связанный с человеком? Вот массив этот, да? Но, простите, а дактилоскопия, сейчас биометрические паспорта, где сетчатка глаз и скампальцев... Да, биометрия называют, биометрические аспекты, да. Если хиромантия – это ерунда, то зачем тогда... Так вот, просто есть разные этажи информации на теле человека, разные совершенно, понимаете, да? Вот. И все эти моменты, они в виде определенных знаков информационных. И... То есть все равно это язык. То есть это серьезно, это научно, объяснимо. И сейчас... Но на сегодняшний момент просто, как вам сказать, не принято официально, потому что оснований как бы не так много. Вот и все. Ну, простите, не признана, но наши следователи... Ну, я бы таким образом сказал, знаете, хиромантия, она старше всех наук, я имею в виду. Десяти тысячи лет. Давайте ответим на вопрос нашего телезрителя уже, на конкретный, да? Конкретный. Это мы подвели базу к тому, что хиромантия, можно, конечно, ходить по каким-то бабушкам, а можно... Да нет, ну, понятно. Да, есть специалисты, которые работают в определенных кругах. Ну, здесь даже не дело не в специалистах. Да, судьба, вот если судьба, что такое судьба, если она может меняться каждую минуту, да, и можно ли ее как-то подкорректировать? Как ее можно... Дело в чем? Дело в том, что есть факторы в жизни, да, есть факторы, которые управляют всем остальным, понимаете? Что это за факторы? Ну, я считаю, что, как вам сказать, ну, на научном языке это называется параметры порядка, которые управляют всеми системами функциональными человека, его судьбой, его жизнью, там, и так далее. Каждый из нас, каждый из нас, да, он что-то строит. Мужчина строит свою функциональную систему, когда он должен реализоваться как мужчина, например. Принести в дом кусок хлеба, стать, например, там, я не знаю, водителем тем же самым, да, и с помощью этого как-то там зарабатывать или что-то. Женщина там за очаг отвечает и свою функциональную систему рожая, воспитывая, строит там, и так далее, да. И это не, и, как вам сказать, в основе, в основе есть какая-то клеточка, которая руководит, управляет, понимаете? Есть факторы, которые управляют, по-простому, если говорить. Вот абстрактно, если сказать. Вот. И поэтому, да, ему кажется, что он делает выбор, да, допустим, человек, который встает, садится, снова встает, что-то такое, да. Но это наша мотер. Но эти факторы, да, они незначительны в его судьбе, как бы, то есть они не играют какой-то... Нет, но человек имел в виду, что вот сейчас он сидит, встал, там, действительно... Нет, он делает выбор, да, может что-то сейчас тут же изменится, и что, это получается, что тоже записано, спрашивают у нас, это уже где-то есть на нашем лице и на наших руках? Нет, секундочку. То есть такие простые движения, понятно, что нет. Я говорю просто о каких-то элементах событий, которые являются, как вам сказать, основными, может быть, какими-то такими точками, которые играют существенную роль в судьбе человека. Мы об этом говорим, а не о том, что я тысячу раз могу закрыть глаза, а сердце мое там в это время 10 тысяч литров крови перекачает. Понимаешь же? Я не про это говорю. Мы говорим сейчас про то, а какие факторы, да, почему человек винит себя в том, что что-то не случилось. Или наоборот, что-то случилось. Или что-то случилось. Да, или что-то случилось. Вот, смотрите, такой фактор, как он очень всех волнует, всегда беспокоит, и вопрос несправедливости жизни встаёт здесь просто с самым острым образом. Ну, вот мы поговорили о личной жизни, там, любовь, личная жизнь, а вот внезапная смерть в раннем возрасте практически здорового человека, а если это ещё и ребёнок, да, вот как это можно объяснить? В чём здесь причина? Как можно объяснить родным, близким, что, прости, это вот в прошлых жизнях что-то? Что? Что вот? Нет, просто нужно, как вам сказать, ну, работая с людьми, да, я за эти годы, за десятки лет эти, да, я встречался с такими, и мне приходилось иногда молча сидеть и думать, что же я не так сказал, допустим, когда работал с клиентом, а вот, например, сына не стало, дочери не стало, там и такие вот моменты. У меня просто у знакомых, вот только что умерла мама, на девятый день умирает родной брат в рассвете сил, понимаете, человек уже поневоле начинает думать о мистике и о каких-то вещах. Нет, дело в чём, дело в том, что рождение и смерть, рождение и смерть, каждого из нас, они как бы уже запечатлены в этой жизни, что это неминуемо со всеми будет, другое дело, когда, да? Конечно. И второй вопрос, почему именно конкретный человек именно вот в этот момент, а не в другой, там и так далее, да? Вот, и всё-таки я опять же обращаюсь в кавычках к мистике, то есть я вижу нравственные определённые уроки, например, у меня были случаи, когда, вроде бы случайность, у человека заболела колено у подростка, ему там лет 19, он учится в академии ФСБ. Это вот серьёзный настоящий случай, который был в моей практике, да? Вот, ему, значит, попробовали посмотреть там сосудистую часть и какие-то воспаления, и какой-то газ, пустили какой-то газ. И вот в результате вот этого, да, человек умер. Просто умер и всё. Когда я смотрел, почему же мать пришла со слезами, в чём дело, вот что такое? Да, причина. У меня даже было несколько таких моментов, когда такого же человека из примерно такой же академии силовых структур, да, человека просто машина сбила и всё. Парень молодой, 20-летний, весёлый, смелый, сильный. Хорошо, у нас две минуты до конца программы, в чём причина? Ну вот я увидел эту причину в том, что в тех воплощениях, да, в тех воплощениях они уже были воинами. И они снова идут на стезию война, а это запрещено какими-то моральными устоями нашей Вселенной. То есть получается, что были ли в их жизни другие предупреждения, более лёгкие? Что же до смерти-то доводить, вот, человека, да? Наверное, были какие-то такие звоночки, которые человек... Нет, мне здесь, конечно, трудно говорить про звоночки, да. Вот говорят, что жизнь нас изначально предупреждает несколько раз по-хорошему, а потом уже достаточно жёстко. Нет, возможно и так, возможно и так. Но... Вы понимаете, в чём дело? Я так понял, всё-таки многое зависит от степени, ну я так в кавычках говорю, аморальности или безнравственности, которую ты себе позволил в той жизни. Вот так. То есть существуют какие-то нравственные законы этой Вселенной. Которые нельзя нарушать. Да, которые нельзя нарушать, иначе будет просто разрушение. В чём вы, как специалист, подводя итоги нашей программы, видите всё-таки основные причины наших несчастья? Может быть, нарушаем какой-то самый главный закон? Чтобы мы этого не делали и чтобы жилось нам всем хорошо, долго и счастливо? Ну, мне думается, мне думается, самое главное, да, это всё-таки мы... Или нет времени задумываться, размышлять над нашей жизнью. Или спокойно... Мы не умеем принимать. Мы не умеем плохое принимать, понимаете? Мы не умеем принимать, что дано нам. Или дано другому человеку. Спокойно принимать. Мы всегда эмоционально принимаем. Понимаете? И эмоциональные моменты, да, они иногда и разрушают даже и отношения. Когда мы не можем друг другу объяснить, что мы любим друг друга. И начинаем друг друга, значит, вот вводить конфликт, вводить в какие-то состояния негативные, понимаете? То есть это главное... Или понять друг друга не можем. То есть мы иногда на разных языках разговариваем, вкладывая разные смыслы. То есть в любом случае, в любом случае не хватает, может быть, даже, знаете, вот, ну, обычного такта даже. Понимания друг друга. Ну, здесь опять же это психология, понимаете? Психология поведения, я бы сказал. Выбрав эту тему и поговорив сегодня, я думаю, что начав говорить на эту тему, я поняла, что она бесконечная и очень глубока. Но мы её начали, поэтому я думаю, что надо будет и продолжить. Я с удовольствием приглашаю вас в одну из наших следующих программ. Ждю вас с нестерпением. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорили о том, в чём причины наших бед и несчастей. Оказывается, они очень глубоко в нас сидят, и для того, чтобы как-то освободиться, и от них нужно проделать над собой довольно серьёзную работу, и самим, и с помощью специалиста. Помните об этом ещё, о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны. Ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания, и обязательно будьте счастливы!